МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Россия, родина, единство. Победителей городского конкурса наградили в молодежном центре. Четверка сильнейших в Сарове завершилась первенство школ города по мини-футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Мероприятия, приуроченные ко Дню Народного Единства, прошли в школах-учреждениях дополнительного образования. Там юные саровчане знакомились с историей праздника и узнавали больше о родной стране. На праздничном мероприятии в клубе «Мечта» побывала и наша съемочная группа. «Россия, Россия, в этом слове огонь и сила». Спеть песню с семьей или друзьями, выразительно прочитать стихотворение, либо нарисовать плакат или патриотический рисунок. Такими были номинации традиционного ежегодного конкурса молодежного центра «Россия, родина, единство». Фото и видеоролики работ участники выкладывали в сеть со специальными хэштегами. «Дома мы добрали стихотворение, оно показалось, что нам не было. Заучили его в этот же вечер, поделили, заучили каждому понемножку, поэтому получилось все быстро. И рассказали, сами себя снимая. Стихотворение про родину, про Россию, про то, что она большая, широкая, что много в ней всего видно городов, озер, рек». В конкурсе принимали участие как активные юные саровчане, так и целые семьи. Работы жюри отпирало по оригинальности раскрытия темы, творческой подачи и визуальному оформлению, а также общему эмоциональному восприятию. Авторов самых ярких и душевных видео и фото пригласили на награждение в молодежный центр в преддверии Дня народного единства. Выбрать лучших было непросто. «Конкурс у нас ежегодный. В пандемийное время он, естественно, проходил в формате онлайн. В этом году, к счастью, уже удалось посмотреть на участников не только в видеороликах, но и вживую, пока награждали эти замечательные, особенно семьи. Это вообще отдельно потрясающая номинация». В конце мероприятия участникам предложили написать на доске, что они ассоциируют со словом «единство». Так доску кабинета украсили слова «семья, родина, Россия». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Читали произведения о родине всей семьей, пели песни сами и с друзьями, рисовали плакаты участники городского конкурса «Россия. Родина. Единство». Все это записывали на видео и выкладывали в сеть. На церемонии награждения победителей и участников с самыми яркими и талантливыми саровчанами пообщался наш корреспондент. День народного единства в России отмечают ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь одного из ключевых событий в российской истории – освобождение Москвы от польских интервентов. В тяжелое время для страны русский народ встал на защиту Родины. Народное ополчение против врагов возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. С иконой Казанской Божьей Матери Нижегородское земское ополчение 4 ноября 1612 года штурмом взяли Китай-город и изгнали поляков из Москвы. День народного единства также приурочен и к православному празднику – День у Казанской иконы Божьей Матери. По всей стране 4 ноября проходят различные патриотические акции и мероприятия. В клубе «Мечта» Центра внешкольной работы ребята тоже познакомились с историей своей страны и праздника Дня народного единства. Участники поиграли в викторину на знание фактов об истории России и ее символах. Как называется самая большая пушка, из которой не было сделано ни одного выстрела? Ребята разделились на команды, а ведущий задавал им вопросы разного уровня сложности. Чем сложнее вопрос, тем больше очков за правильный ответ. У нас была викторина по вопросам, что мы должны знать со школы, с уроков истории, уроков сознания, и что мы извлекли из этого фильма. А я сидела, как жюри, прочитывала все баллы за правильные ответы в течение этой викторины. Некоторые вопросы для школьников оказались непростыми, поэтому, слушая правильные ответы, они также узнавали для себя что-то новое и интересное. Также педагог Центра внешкольной работы поразмышлял с участниками мероприятия о том, кто такой патриот и что значит слово «единство». Потом ребята посмотрели фильм об истории России, ее природных богатствах и высоких достижениях в разных областях знания. Я сегодня задавала вопросы по нашей стране, и мы узнавали, что могут знать дети о истории нашей страны. Много чего узнала, это было очень увлекательно и интересно. Было очень весело, но узнал очень много про Россию, узнал очень много слов и их понятия. В конце мероприятия все пришедшие получили ленточку-символ российского флага. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, а также в пригородном сообщении с 1 января следующего года могут вырасти на 8%. Индексация тарифов позволит обеспечить обновление подвижного состава в условиях повышенного спроса на ЖД-перевозки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России к 2035 году должны появиться круглогодичные морские курорты. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Президиума Госсовета. К 1 марта правительство должно уже представить свои предложения по созданию таких курортов. Они будут рассчитаны на прием не менее 10 миллионов человек в год. В леса Мордовского заповедника привезли еще 8 зубров. Все животные появились на свет и жили несколько лет в зубровом питомнике Окского заповедника. В течение месяца прибывшие зубры будут находиться в загоне под наблюдением. Затем животные будут выпущены в природу. Увлекательные мастер-классы, настольные игры, вечеринки, занятия по программированию и иностранным языкам. Программа осенних каникул языковой школы Language Bridge International была яркой, динамичной и насыщенной. На занятия по видеоблогингу побывала и наша съемочная группа. Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы пришли в заброшенную школу. Ученики студии иностранных языков Language Bridge попробовали себя в роли блогеров. На осенних каникулах педагоги придумали для них много интересных и познавательных занятий. Одно из них посвятили видеоблогингу. Ребят разделили на две команды. Задача каждой написать сценарий, распределить роли и снять двухминутное видео в любом формате и жанре. Скетч, интервью, обзор, пранк, челлендж и прочее. Как только прозвучало задание, начались бурные обсуждения. А затем языковая школа превратилась в съемочную площадку. Мы готовим страшный рум-тур. Сначала мы думали или страшок, или рум-тур, но чтобы не ругаться, мы решили это совместить. Рум-тур – это обзор какой-то местности. Подозрительные исчезновения, странные встречи и видео ребят получилось загадочным и мистическим. Другая команда свой выбор остановила на увлечении компьютерными играми. А именно одну из самых популярных игр среди детей сегодня – геометрия Dash. А почему у тебя два года не было? Я уже все самые сложные уровни прошел. Что? Да как это возможно? Главный герой видео – мальчик, который настолько увлекся своей игрой, что не заметил, как пролетело два года. С удивлением он знакомится с новым миром, в который попал. Решил взглянуть на улицу и прогуляться. Шел, шел, шел и встретил там разработчика игры. И он спросил, когда выйдет версия 2.2. А он ему ответил, что они уже выпустили, 3.4. После необычного путешествия герой просыпается в своей комнате и понимает, что это был всего лишь сон. Мораль – не уходить с головой в игры и помнить о реальном мире. Осенние каникулы в языковой студии проходят весело и продуктивно. Также мы успели хорошо позавтракать, мы успели вкусно пообедать. Мы успели также заняться программированием в программе Scratch, где ребята на протяжении всей смены создают свои собственные проекты и в конце смены у нас будут проекты, где они покажут свои работы, точнее, свои мультики, либо представят нам свою игру. Также ребята не забывают и о занятиях по английскому, немецкому и испанскому языкам. Language Bridge помогает маленьким саровчанам преодолеть языковой барьер. Студия иностранных языков находится по адресу улица Садовая, дом 68, дробь 1. Телефоны 4 7101 7 930 687 97 99 Самых талантливых и обаятельных маленьких саровчанок ждут на кастинг. 12 ноября в Центре поддержки предпринимательства стартует первый в городе конкурс обаяния и талантов «Принцесса Сарова». Подробнее об условиях участия расскажем далее. Городу не хватает площадки для талантливых детей, где они смогли бы показать себя, а главное с помощью опытных наставников раскрыть новые грани своих возможностей. К такому выводу пришла инициативная группа саровчан. Так появилась идея провести первый в городе конкурс обаяния и талантов «Принцесса Сарова». Возраст участниц 5-7 лет. Регистрация уже открыта. Конкурс будет проходить в несколько этапов. Первый этап будет визитка, презентация себя. Вообще это очень актуальная тема на данный момент, потому что детки ездят на разные конкурсы и, как правило, там нужно делать какие-то презентации. Как раз-таки здесь будет отличная возможность показать, научиться и взять какие-то мастер-классы, если это необходимо. По итогу отборочного тура в следующий этап дефиле пройдут 30 детей. Для них сначала проведут мастер-классы и интенсивы. Затем принцессы покажут, чему научились 20 ноября в 13.00 в Центре поддержки предпринимательства. В следующий тур пройдет 20 участниц. Там девочкам необходимо будет показать жюри свои таланты в произвольной форме, спеть песню, станцевать, прочесть стихотворение или просто рассказать о себе. В ходе общения с ребенком я буду видеть его сильные стороны и обязательно дам рекомендации родителям. Потому что кто-то думает, что его ребенок совершенно не способен рассказать стихотворение, а я, пообщавшись с ребенком, могу понять, что стихотворение это его максимальная сильная сторона, это его конек, и, пожалуйста, давайте, у ребенка действительно есть таланты, я готова помочь и даже подобрать какой-то материал и дать какие-то рекомендации. Третьим этапом состязания станут индивидуальные фотосессии 15 финалисток 2 и 3 декабря, по итогу которых запустят интернет-голосование. Принцессу Сарова выберут горожане. Коронация и подведение итогов пройдет 10 декабря в 12.00 в ЦПП. Регистрация участников открыта по телефону 8 929 051 64 61. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В Сарове завершилось первенство школ города по мини-футболу. На соревнования заявилась 21 команда из 12 образовательных учреждений по 4 возрастным категориям. На финальном дне состязаний побывала и наша съемочная группа. В финальный день первенства школ города по мини-футболу открыли команды 17-й школы и 3-го лицея. Игра для ребят была особенно волнительной, поскольку сражались за золото соревнований. С первых минут тайма инициативу переняла 17-я школа, открыв счет матча. В такой волнительный день юных спортсменов пришли поддержать родители. С замиранием сердца они следили за ходом игры. Мы надеемся выкуп победу, что они, конечно, должны быть первыми победителями. Да, конечно, мальчишки настроены на выигрыш, на победу. Родители, преподаватели, тренера тоже. Вот, то есть настрой хороший. Поддержка болельщиков придала сил юным игрокам. Первый тайм закончился с разгромным счетом 4-0 в пользу 17-й школы. Боевой дух команды 3-го лицея пошатнулся, однако сдаваться они были не намерены. Уступив еще два гола в следующем тайме, футболистам все же удалось до финального свистка отправить два мяча в ворота противника. Финальный счет игры 6-2. Команда 17-й школы была решительно настроена на победу. На тренировках они выкладывались на все 100%. Отрабатывали приемы и удары, оттачивали мастерство игры на поле. Перед игрой волновались очень сильно, все настраивались, ну и сыграли, как могли и выиграли. Тренировки проходят в школе сразу после уроков. Там разминка, упражнения на контроль мяча и на технику. На первенство школ города по мини-футболу заявилась 21 команда от 12 учреждений по 4 возрастным категориям, начиная с пятиклашек и заканчивая взрослыми ребятами. Играли футболисты по олимпийской системе на вылет. Сильнейшие команды дошли до финала. Сегодня у нас проходят финальные игры всех возрастов. У нас участвуют 4 возрастные группы начиная с малышей. Это 11-12 год рождения, 10-9 год рождения, 8-7 и самый старший это 5-6 год рождения, это 10-11 класса выпускники. Между собой они сегодня разыгрывают первое-второе место и первое место, которое побеждает в каждой возрастной группе и отправляет у нас на зональные соревнования в Арзамасе. Соревнования в Арзамасе пройдут с 10 по 25 ноября. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА